Планирование Планирование это очень важная часть моей жизни, это мое хобби, я люблю заниматься планированием, я даже финансирую один стартап, который оптимизирует систему планирования. Позже в конце самой презентации я вам дам несколько приложений, которые вам облегчат планирование. В айфоне я сейчас уже на бумаге не планирую, в айфоне, но я вам рекомендую начать с бумажной, с простой версии. Час планирования это равен 10 дня работы и примерно она так и выходит. Час планирования, час качественного планирования равен как минимум, я бы добавил, как минимум 10 дня простой работы без планирования. Какие сегодня есть системы планирования, я вам тоже покажу и их недостатки тоже покажу. Итак, приступаем. У нас кайдзен планирование как основа счастливой жизни. Какие топики мы сегодня пройдем? Первое из речения Ричарда Баха, наверное, читали Джонатан Левинстон, Чайка по имени Джонатан Левинстон. Такие серии книг у него философских. Вот он пишет, вам никогда не дается мечта без ресурсов и сил для ее осуществления. Если у вас есть мечта, она просто так не приходит. Значит, у вас есть и будут ресурсы и силы для того, чтобы ее осуществить. Просто ваша задача найти их, эти ресурсы и силы. Сегодня мы пройдем, что такое икигай вкратце, потому что икигай это как нахождение смысла жизни. Но это понимаете, это не одна лекция, это очень долго. Но я вкратце пройдусь. Что такое кайдзен планирование и его отличие от списка дел и от прочих систем планирования. Принципы планирования, правила системы планирования и IT-приложения для организации системы планирования. Я не стал все выводить на слайды больше, чтобы устно общаться, разъяснять, говорить и так далее. Вот что такое икигай? Вот есть такое хорошее понятие в японской культуре икигай. Это икигай то, ради чего ты живешь и ради чего ты утром просыпаешься. Ну, если вкратце говорить. Но если говорить более длинно, это твое предназначение в жизни. Для чего ты пришел в эту жизнь? Это по сути смысл, то, что мы говорим, в чем смысл жизни. Японцы ввели этот термин. И этот термин происходит с острова Окинава, где наибольшее количество долгожителей. И они во главу угла своей жизни ставят нахождение своего икигай. Вот у японцев есть такое хорошее понятие. Шакунин. Шакунин – это мастер своего дела. Это высший мастер своего дела. Это когда дворник хочет стать лучшим дворником в мире. Он не хочет стать начальником отдела дворников, начальником департамента дворников, начальником компании дворников. Он хочет быть лучшим дворником в мире. Если это певец, он хочет быть лучшим певцом в мире. И вот каждый в своем направлении. Но чтобы стать шакунином, ты обязательно должен найти свой икигай. И вот три понятия шокунин, вернее, ты находишь якигай, потом в процессе его становишься шокунином, и когда выполняешь работу, ты достигаешь точки сатарии, это точка наивысшего блаженства или поток, где ты чувствуешь себя счастливым. И вот что такое якигай. Вот мне нравится высказание Виктора Франкла, он пишет, счастье, вы знаете, Виктор Франкл это психолог, который пережил освенцем, кучу концлагерей, остался живым, потом начал работать практикующим психологом и детям преподавал. Так вот он пишет, счастье это всего лишь побочный эффект правильно организованной жизни. Отсюда хороший вывод, если у вас жизнь бардачная, она не будет счастливой. Вот вы должны четко понимать, что равенство, знак равенства, счастье и правильно организованная жизнь, это равно знак равенства. Если у вас жизнь бардачная, у вас никогда счастья не будет. Что такое бардачная жизнь? Это непредвиденные случайности, это разные нежданщики, неприятные сюрпризы, это непредсказуемость и неуправляемость своей жизни. Вы чувствуете, что жизнь вами не управляется, и вы чувствуете себя щепкой в этой реке жизни. Соответственно, откуда у вас будет счастье? Счастье, есть еще другое такое определение, это степень контроля вами своей жизни. Ну, это перекликается со словами Виктора Франкла, что счастье это всего лишь побочный эффект правильно организованной жизни. Если у вас будет правильно организованная жизнь, то счастье придет к вам как побочный эффект. Теперь придем к саму икигай. Икигай состоит из четырех кружков. Первый круг называется «люблю делать». Люблю делать. Вы должны для себя… Я потом объясню, насколько это важно и оно как коррелирует с планированием. Дело в том, что, забегая вперед, скажу, что для того, чтобы добиться счастливой жизни, вы должны планировать правильные вещи. Если вы не знаете, для чего вы вообще живете, вы запланируете неправильные вещи. А самое худшее в этой жизни – эффективно делать то, что не нужно делать. А для того, чтобы определить, а что же тогда нужно делать, для этого вам нужно ответить на вопрос. Икигай, что вы любите делать? Берете список и пишите. Просто тупо список и пишите. Я люблю вот это, я люблю вот это, я люблю вот это, я люблю вот это. Написали. Второе. Что я умею делать? Дело в том, что есть вещи, которые мы любим, а есть вещи, которые мы умеем делать. Я бы еще переначал чуть-чуть. Не то, что я умею делать, а что у меня хорошо получается. Потому что часто бывает так, какое-то ремесло человек умеет делать, но у него плохо получается. Ну, где-то не прет, как анекдот про лучшего преференсиста в мире, ему просто карта не прет. Он преференсист самый лучший в мире, ну, просто карта не прет. Ну, вот такое бывает. Поэтому нужно больше консультации. Не то, что умею делать, а что у меня хорошо получается. Дальше. То, за что мне платят, тоже надо описать. Дальше. Что нужно людям? И вот когда четыре вот этих объединяются, у вас получается между люблю делать и умею делать, это страсть, хобби. Между умею делать и то, за что платят, это работа. Между то, за что платят и что нужно людям, это призвание. Между то, что людям нужно и любить делать, это миссия. И вот центр икигай, это такой свист-спот. Если вы делаете, и вам хорошо платят, и это нужно людям, и вы это любите, и у вас это хорошо получается. Но чтобы не заморачиваться на этом, я чуть упростил и нашел вот такую вещь. Вот это проще. Потому что вот то, что тебя зажигает, то, что ты умеешь, и то, что кому-то нужно. Потому что то, что людям нужно и то, за что тебя платят, обычно это, на самом деле, это одно и то же. То, что если людям это нужно, то, как правило, тебе за это платят. Поэтому, чтобы не усложнять схему, вот я взял вот такую схему, то, что тебя зажигает или то, что ты любишь. То, что ты умеешь, вот здесь хобби. То, что кому-то это нужно, работа. Вот здесь благотворительность. Вот делай это. Более простой вариант. Никигая. В дальнейшем вы увидите, для чего это нужно. Сейчас дальше пойдем. Мысли, просто мысли о планировании. Я не стал структурировать, не стал систематизировать и так далее, и так далее. Даю вам общую картинку, потом мы разберем. Счастье – это лучший измеритель успеха. Вот это очень важно понимать. Еще Эйнштейн говорил, не стремитесь быть успешными, а стремитесь к тому, чтобы ваша жизнь имела смысл. Вот это очень важно. Не стремитесь быть успешными, стремитесь к тому, чтобы ваша жизнь имела смысл. Поэтому, если вы счастливый человек, то вы успешный человек. Не важно, сколько у вас денег, не важно, кем вы работаете, не важно, какая профессия и так далее, и так далее. Это просто мы в современном мире неправильно оцениваем вообще развитие человечества, и все страны друг с другом мерятся ростом ВВП. Ну что такое ВВП? ВВП на самом деле, если увеличить ВВП, у нас вся экология закончится. Это все наше небо будет в дыму, все полезные ископаемые будут выкопаны, все переплавлено, все переделано, куча мусорки. Вот что такое ВВП. ВВП, оно на самом деле противоречит со счастьем человечества. Оно хорошо, когда бедные начинают получать доступ к каким-то благам, ну а дальше ВВП только вредит, если оно не основано на новых технологиях, зеленых и так далее. Дальше, успех определяется не знаниями, не образованием, а действиями. А для того, чтобы правильно действовать, нужно правильное планирование. Вот смотрите, в чем проблема ученых, в чем проблема людей образованных. Вы заметили, что все успешные люди, как правило, бросили свои университеты. Возьмем Билл Гейтс, Илон Маск, Стив Джобс, Цукерберг. Они все бросили в университет. Вы, наверное, заметили, что ваши соклассники, которые вместе с вами учились, отличники, как правило, ничего не добились, а двоечники и хулиганы в жизни чего-то добились. Так вот, почему это происходит? Я для себя размышлял и пришел к такой формуле. Дело в том, что чем больше у человека знаний, чем больше у человека информации и чем умнее он, тем больше у него выбор вариантов действий. Чем больше выбор вариантов действий, тем труднее принять решение, какое действие делать. Соответственно, у умного человека всегда сомнения. Это дураки только не имеют сомнений. Умный человек сомневается всегда. Но есть проблема, что достичь успеха, такая существует пропасть, и здесь мостик, который называется действие. Нет действия, нет успеха, неважно, насколько ты умен. Успех возможен только тогда, когда ты выбрал направление, действуешь и не сомневаешься. Ты идешь, все, тебе уже пофиг, ты принял решение, тебе пофиг, другие альтернативы и так далее. Умный человек думает так, я вот сейчас вот это буду делать, вот это, блин, а можно было бы вот так поступить? Блин, а можно было бы вот так? И в результате он хоть вот это делает, но он делает неуверенно. А для того, чтобы успеха доикбиться, ты должен быть уверен, как слон просто. Вот сейчас много семинаров по миру, и очень популярно там, Робинс, Тони Робинс, еще кто-то там и так далее. Они что говорят, как мантру? Вы должны в себя верить, вы должны быть уверены, вы должны быть там цели, как будто вы уже достигли и так далее, и так далее. Это говорит только об одном, надо быть очень уверенным. Как решить дилемму? Если вы умный человек, это что, приговор? Теперь я не буду успешным? Нет. Как я сказал, 100 дураков действуют очень уверенно, из них 20 становятся успешными, 80 проваливаются. Умные люди должны действовать таким образом. Они должны выбрать способ планирования, такой, который исключает сомнения, и потом действовать как дураки. Ну, имеется в виду, выбрал, запланировал, и дальше как верблюд или как слон, идешь вперед и все, сомнений нет. Там уже вступает правило так, боишься – не делай, делаешь – не бойся. Вот там такое правило. Дальше. Если хотите узнать о вашем прошлом, посмотрите на текущую ситуацию. Вот если вы хотите узнать, насколько вы были эффективны в прошлом или успешны, посмотрите, кто вы сейчас есть. А если вы хотите узнать о вашем будущем, посмотрите на ваши текущие действия. Дальше. Делание дел, не доставляющих вам удовольствия, снижает вашу эффективность. Это доказано многими исследованиями, психологами, разными учеными, но я без них знаю. Если я делаю в течение, условно, 15 дел, которые мне приносят удовольствие, то в течение дня я могу сделать максимум 3 дела, которые мне не приносят удовольствие. Вот все, мне все противится, все не хочется. Для эффективности нужна ясность цели. А для ясности цели нужна визуализация. Вот это очень-очень сильное правило. Для эффективности нужна ясность цели. А для ясности цели нужна визуализация. Мы в дальнейшем разберем, что это такое. Правильно подобрать цель, а потом отбросить все ненужное. Вот то, что я и говорил. Правильно подбирайте цель, потом все выкидывайте. И дальше не сомневайтесь. Человеческую занятость нельзя рассматривать как стакан с водой. Вот многие, когда делают через систему планирования to-do, to-do лист или что сделать, список, он смотрит на список дела и говорит, о, я не могу, я занят. И многие люди это воспринимают как стакан с водой, который полный. Но чем отличие к айденпланированию? Человеческую занятость нельзя рассматривать как стакан с водой. Это скорее труба. И если у вас есть огромный список дел, и вы не успеваете, то значит ваша труба забилась. У вас очень низкая пропускная способность и нет потока. Либо у вас проблемы с фильтрами. Это как обычной физики. Почему еще доказательства? Вот отличие времени от жесткого диска или стакана в том, что его нельзя купить. Если бы список дел был как стакан с водой, ну, вы могли бы купить второй стакан с водой и перегрузить, и вы уже не так заняты. Но это на самом деле же не так. Поэтому вы должны понимать, что ваши дела и ваши действия – это больше как труба, а не емкость. Потому что любую емкость можно купить. Ваша пропускная способность равна количеству законченных дел, деленное на время. Если вы… Не важно, сколько дел у вас запланировано, не важно, сколько дел вы рассматриваете, сколько дел в день вы заканчиваете, делите на один день, один рабочий день, вот ваша пропускная способность. Три дела в день или пять дел в день. Абсолютно никого в этом мире не волнует, сколькими делами вы занимались. Людей волнует только, сколько дел вы закончили. Вот это очень важно. Вот отличие комбан-планированного от необычной системы, основанной на принципе списка дел. Но я уже предварительно сказал, но вкратце. Список дел фокусируется на том, что делать, а комбан-система на том, что сделать. Вкратце, нужно не работу делать, а создавать результат. Дальше. Список дел статичен, а кайдзен планирование динамично. Дальше. Список дел подавляет, а кайдзен планирование мотивирует и вдохновляет. Вы дальше увидите, что когда у вас вот такой список дел, вы даже к нему приступить боитесь. Он вас демотивирует, он вас подавляет. И вот эта прокрастинация идет отсюда, потому что вы не знаете, с какого бока начать. Это как вы зашли в бардачную комнату, и надо наводить порядок. И вы не знаете, с какого бока начать, и для вас, блин, все время откладывайте, откладывайте, откладывайте. Вот все откладывайте. Список дел не показывает проблему, а кайдзен планирование выявляет проблему. Проблему в вашем поведении, проблему в ваших целях, в планировании и так далее. То есть сама система планирования вам помогает выявлять ваши проблемы и совершенствовать. Кайдзен — это процесс непрерывного, постоянного совершенствования. Основной принцип кайдзен планирования — это создание потока. Что такое поток, я покажу. Поток — это когда жидкость условно равномерно течет в трубе. Она же, представьте, в трубе, да, она же нерванно течет, она течет равномерно. Вот это поток. Когда нужно дела выстраивать таким образом, чтобы они вот как жидкость в трубе текли. Ровно, равномерно, постоянно, без нагрузок и так далее. Принцип гибкости системы планирования. Проблема большинства систем планирования в том, что я занимался кучей разных систем планирования, либо они слишком подробные, ты вынужден планировать до часа, до минуты, а потом бух, тебе нечаянно или срочно что-то случилось, и все к чертям летит. Соответственно, отсюда правило. Чем подробнее система планирования, тем она более жесткая и менее гибкая. Соответственно, один-два таких сбоя, а вам вот эти дела надо перекидывать на следующие дни и так далее, вы бросаете. Поэтому больше шансов. Чем более подробная система планирования, тем она менее гибкая, и тем больше шансов, что вы ее бросите. Дальше. Поэтому гибкость системы очень важна. Использование всех органов чувств, зрения, мышц, активные ощущения. Я дальше покажу тоже, как это работает. Дело в том, что когда мы планируем в списке дел, мы просто видим глазами. А в кадензистеме там нужно руками работать еще. Я покажу. Ясность формулировок. Чтобы написать свои мысли на бумаге, нужно будет сначала осознать и правильно сформулировать. Проблема в том, что у многих из нас в списке дел находятся в голове. Если вы заметили, наверное, в голове еще там есть такой суп, солянка, в которой еще эмоции есть, злость, усталость, голод. И они все намешиваются, и в результате вы не осознаете, что вам вообще нужно. Поэтому ясность формулировок дает. Вот эта система планирования, кальзин планирования. Видимость динамики процесса. То есть вы должны видеть динамику. И простота, и интуитивность. Вот я на этом пока остановлюсь со слайдами, потому что иначе это превратится в теоретическую часть. Я хочу вам показать, продемонстрировать свойства потока. Вот сейчас мы проведем эксперимент. что дает поток. Все, я литровую воду. Сколько? 12 секунд, 54 сотых. Можно считать, 13 секунд выливалась бутылка литровая. Как нам ускорить выливание бутылки? Нужно закрутить воронку. Да. Смотрите, воронка. Сколько? 6 секунд, да? 6 секунд. За 6 секунд выливали бутылку. 12 секунд или 13 секунд – обычный способ. 6 секунд – это через воронку. И 3 секунды – через трубочку. При условии, что трубочка туда подает воздух. Это я вам просто показываю свойства потока. Поток может ускорить все ваши дела в разы. И на самом деле основной прием кайдзена – это построение потока, создание ценностей. На любом предприятии, когда мы приходим, мы что начинаем делать? Мы начинаем выравнивать и выстраивать поток, чтобы все дела шли равномерно. Это основной инструмент кайдзена. Поэтому поток на самом деле очень важен. Как вообще перейти к практической части? Основной принцип кайдзен планирования заключается в том, чтобы все, что у вас в голове есть, все, что в голове есть, мысли, ваши мысли, и прочее перевести на бумагу. То есть вы что делаете? Вы берете вот такие листочки, такие листочки, и просто в любом порядке, здесь что хорошо, не надо ничего заморачивать, просто в любом порядке. Купить автомобиль, прочитать такую-то книжку, сходить на концерт там, в какой-нибудь там, ну вот, Калхар Муртадек. выучить иностранный язык. Что угодно, вот просто вот что угодно. Берете и начинаете, начинаете сюда лепить. До тех пор это делайте, пока у вас в голове вообще пустота не наступит. Вот делайте до тех пор. Все ваши желания, все ваши мечты, все ваши цели, все, что вам нужно сделать. Вот все. Основная цель выгрузить в вашу голову. Это номер один задача. Дело в том, что человек беспокоится ровно тогда, вот ученые выяснили, психологи, что самое страшное беспокойство у людей вызывает незаконченные дела. Это доказанный факт. Незаконченные дела не дают вам спать, потому что вы спите, и перед засыпанием вы думаете, блин, вот это надо еще сделать, вот это надо не забыть, вот это надо и так далее, и так далее. Поэтому очень важно вот это. Второй фактор бессонницы. Вы когда засыпаете, вы начинаете мечтать. О, блин, вот это было бы, о, вот это сделать бы, о, а если бы у меня вот это было? И капец. Это второй. Третий фактор – это тревоги. Четвертый фактор – это то, что вам кто-то сказал что-то сделать, и у вас дедлайн горит. Ну, короче, все вот просто вот сюда грузите. Это номер один задачу, которую вам нужно сделать. Дело в том, что принцип, правила системы кайзин планировать заключается в том, что каждой мысли дать одну карточку. Каждой мысли дать одну карточку. А уже вторая часть – каждой карточке свое место. Но основная задача первая – опустошить вашу голову. Дело в том, что… В чем еще секрет вот этого метода? Дело в том, что когда вы начинаете какую-то мысль свою пытаться сформулировать на бумаге, у вас часто приходит, 50% уже приходит решение, как эту проблему решить или как это сделать. потому что неосознанные вещи… Вот есть правило. Вот смотри. То, что вы не видите, вы никогда не осуществите. То, что вы не видите, вы не контролируете. Обязательно надо видеть. Давайте по правилам пройдемся. Не должно быть мысли, хотелки, сомнения и прочее вне карточки. Каждой мысли, хотелки, сомнения и так далее – свою карточку. Каждая карточка на своем месте. Я дальше покажу, где должны быть. Сокращайте размер задачи. Ешьте слона маленькими кусочками или пельмешками. Задачи должны быть измеримыми. Момент окончания задачи должен быть предельно ясным. По каждому моменту мы пройдемся. То, что вы не видите, никогда не осуществите. Вот это запомните. То, что у вас есть в голове, но нет на бумаге, вы никогда не осуществите. Это как отче наш запомните. Почему я вам говорю, это тоже исследование. Потому что, когда вы будете в каждодневной рутине заниматься, вас все время будет то ваш ежедневник, то начальник, то еще задергают. Вот эти мысли, которые у вас в голове, была цель что-то сделать, она придет перед сном. Когда уже более-менее освободился, блин, опять я не сделал. Хотел то, что хотел. Понимаете? Потому что в течение дня вас атакуют ваши враги. Куча ваших врагов – это отниматели, отжиратели времени. Звонки, Фейсбук, еще что-то. И вы никогда не добьетесь того, что это. Поэтому то, что вы не видите, никогда не осуществите. То, что вы не видите, то вы не контролируете. Последовательность должна быть. Сначала стирка, потом глажка. Вот согласитесь, очень важно, сначала стирка, потом глажка, а не наоборот, сначала глажка, потом стирка. Это в делах тоже очень важно. Дальше. Одно дело в единицу времени. Многозадачность – это миф. Максимально ограничивайте нагрузку в разделе «В процессе», увеличивая количество завершенных задач. И выравниваем нагрузки. Вот. Не должно быть мыслей, хотелки, сомнений вне карточки. Сейчас мы вот это проходим. Вот вы все мысли, еще раз подчеркиваю, выгружайте на карточку. Желательно первое время завести дома вот такую доску. Если не доску, то там доску, на которой можно этим иголочками. Ну что-то такое. Поверьте мне, это реально стоит того. Если вы один раз научитесь, это всю жизнь вас будет спасать. Потом вы можете это делать в компьютере, в айфоне, неважно. Но вот это, один раз это упражнение надо проделать. И это что, хорошо, здесь не надо никакой тренеры. Вы сами поймете это. Теперь, после этого процесса, этот процесс называется материализация мыслей. Вы перенесли на бумагу. Это процесс, где вы начинаете чувствовать свои мысли руками. Это не какие-то аморфные вещи. И до того, как эта мысль появится, вы еще пальцами и рукой будете писать. А до того, как писать, вы должны свою мысль прожевать и как-то сформулировать, это же тоже непросто. Вот не даром говорят, что когда у вас немецкая армия хорошая, если у вас есть какая-то жалоба, только письменной формы принимается жалоба. В устной не принимается, потому что эмоции захлестывают у человека и он не может высказать. Он просто «А, вот это вот, а что, не может сказать». Письменной формы. А что, письменной формы он должен остыть. Он должен написать. И самое интересное, я на своих компаниях тоже это применяю, когда вы требуете от сотрудников жалобы в письменной форме, очень часто они не возвращаются, потому что во время формулировки своей жалобы они поняли, что, во-первых, она того не стоит, во-вторых, они сами нашли решение, и, в-третьих, вообще это даже не проблема, оказывается. Вот как бы такое. Поэтому вот это написание, это тоже сам процесс. поэтому вы неосязаемые аморфные мысли переводите в осязаемые конкретные бумажки. Все. Вот это называется материализация мыслей. И делайте это до тех пор, пока у вас в голове не будет пусто. Вот тест такой, просто сидите минут 15, смотрите на список и думайте, так, что бы мне еще сделать? Оба мысли. Вот это. Раз. А, есть. О, вот это. А, есть. О, вот это. И посмотрели. Все есть. Все. После этого, поверьте мне, вам придет определенное спокойствие. На следующий день у вас придут 2-3 мысли всего лишь. Потом еще одна-две, потом 2-3, одна-две. Вот так они будут приходить. В течение года вот эти будут 70% все ваши мысли, а остальные 30 в течение года вам будут приходить. Но я вам покажу, как с ними работать. Вот смотрите. Первое, самое важное, если вы вот это сделали, вы уже очень много добились. Очень простая работа, очень понятная. Второй процесс. Вот эти бумажки теперь вы должны разделить на хочу и должен. Вы просто берете, заморачиваться не надо, берете, пишете. хочу, хочу, должен. Так, это я хочу, это я должен, потому что мне этот сказал, это мне должен, это вот этот сказал, это я должен, потому что там еще что-то, вот это еще что-то, а вот это я хочу. Все, очень просто. Вы берете то, что вы накидали, делать на хочу должен. Вот эта вещь, она практическую роль как такую не имеет в каждодневной работе. Вы каждый день это не будете делать. Вы когда стартуете, чтобы привести в порядок, это первичный фильтр. Для того, чтобы понять, вообще вы живете своей жизнью или вы маринетка в чужих руках. По этой диаграмме сразу видно, что практически вы выполняете чужую волю все время. Вы выполняете чужие хочу. Смотрите, вот это ваше должен, это всегда чей-то хочу. Вы должны понимать. Если вы что-то должны сделать, значит потому что начальник что-то хочет. Если вы что-то должны сделать, потому что ваш супруг или супруга что-то хочет. Еще что-то вы должны сделать, потому что ваши дети этого хотят. То есть должен, хочу они всегда. Если вы это ставите в должен, значит вы выполняете чужое хочу. А наша же цель сегодняшнего мастер-класса научить вас тому, чтобы делать ваше хочу. Вот это в каждодневной работе вам не понадобится. Это в моменте, когда вы выгружаете всю массу для анализа, чтобы вы поймели картинку, как вообще у вас обстоят дела. Все. Вот это сделали. Вот это первичное разделение. Вот я назвал первичное разделение. Оценили. Это называется первичное разделение или оценка. Оценка. Она в дальнейшем вам не понадобится. Как вы внедрите эту систему, она дальше не понадобится. Почему это делается сейчас на этом уровне? Потому что у вас это наследство до системы планирования. Она к вам пришла до. И вы должны оценить, как вы. Вот помните правило. Сегодняшняя ситуация отражает ваши прошлые действия. Вот только для оценки. В дальнейшем, когда вы будете планировать, у вас не будет уже такого. То есть вы уже дела будете выбирать через призму сразу. Брать-то, не брать-то, делать-не делать и так далее. Первичное разделение, наверное, правильно все-таки назвать оценка. Или инвентаризация. Дальше наступает достаточно сложный момент. Вот здесь фильтр. Нужно вам определить миссию, которая отвечает на вопрос, кто я и для чего я живу. Вот это самый главный вопрос любого человека. И не ответив на него, вы никогда не построите эффективную систему планирования. Это как примерно, если я вам скажу, куда вы едете или куда идете, и вы скажете, не знаю, я три часа буду идти. Куда вы придете? Никуда не придете. Или я вам скажу, вообще ты кто? Ты куда идешь? Не знаю. Ну, соответственно, как ты можешь что-то в этой жизни добиться? Ты сам не знаешь, куда ты идешь. Надо принципиально ответить, иначе вы будете заниматься всем, то, что вот это модно. Вот эти, я сказал, если вы не ответите на вопрос миссии, вы всегда будете заниматься тем, что должны. Потому что если у вас нет своего хочу, вы всегда будете выполнять чужое хочу. Это правило, то, что природа не терпит пустоты. Вы должны понимать, вот это зарубите себя на носу. Если вы не сформулировали свое хочу, то вы всегда будете выполнять чужое хочу. Соответственно, вся ваша жизнь будет состоять из должен, 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 должен. Соответственно, это только стресс, это ругань, это хайва, и никакой счастливой жизни не может встречать. Я привел здесь как свою миссию, как пример. Вот у меня миссия вот такая. Прожить счастливую жизнь, первое, с пользой для общества и окружающей среды. Это на вопрос, для чего я живу. На вопрос, кто я, я отвечаю, я тот, кто живет счастливой жизнью, с пользой для общества и окружающей среды. Вот эта миссия. Теперь, как она влияет на систему планирования? Я вот это беру потом и делаю вот такой, три графика. Я делю вот такой график, делаю и говорю, это делает меня счастливее или нет? Это полезно обществу или нет? Это полезно окружающей среде или нет? Я беру вот эти вещи. Так, вот это нужно обществу. Вот это нужно обществу. Вот это делает меня счастливее. Вот это делает меня счастливее. Вот это делает меня счастливее. А вот это ни туда, ни сюда. этот график можно уже стирать это не график это фильтр это знать вот чтобы четко еще представлять что такое вот представьте вот вы у вас жидкость какая-то да накопилась огромный чан 100 литров жидкости нужно его порядок привести вы что делать вот этот первый фильтр во-первых вот представьте у вас здесь жидкость 100 литров вы вылили сначала в бак все вылили чтобы там чисто было вылили потом этот ставите фильтр хочу должен и на две емкости разливать хочу должен разлить потом ставите 3 емкости это делает меня счастливее это полезно обществу это полезно окружающей среде разливайте в 3 емкости разлилось осадок остался вот это непонятно он недели окружающей среде пользы нету не обществу не меня счастливее не делать что с ним делать вот здесь есть отдельный банк который называется это не мои мысли и желания и надо выбрасывать мусорку но до того как выбросить мусорку вы должны взять этот листок вот чем хорош компания система планирования каждая мысль у вас бумажка вы ее щупаете вы ее чувствуете вы ее видите и вы работаете у вас мозги не работают практически вывод бумажками работать вы чувствуете думать так почему она ко мне пришла это мы купить спорткар там такой-то что я круто вожу машину нет что я люблю водить машину ну особо не через курс люблю то нет а ну потому что тот кент купил спортивную машину этот купил ну и я чтобы свое эго потешить то что я тоже куплю и понимает ага это чужие мечты или это может быть мода навязанная вам либо чья-то команда и чего-то хочу которую не попадает ваш фильтр и вы говорит так этот человек мной манипулирует вы манипулятор так можете вычислить этот человек мной манипулирует он не хочет чтобы я был счастливее он не хочет него пользу общество не общественной окружающей среде он себе лично хочет он просто мной манипулирует и после анализа выкидывать в корзину вот выкинули в корзину вот эта система фильтров повторюсь она не нужна будет вам к на каждодневное планирование это делается всего один раз сейчас когда вы будете чистить свою голову чтобы все что в голове перевести на бумагу и дальше создать вот этот поток вот фильтр вот фильтр выбросили ненужное когда мы эти все мысли посмотрели дело в том что занятость человека еще чем определяется вот представьте трубу жидкостью если она не справляется почему она может не справляться первое а потому что слишком много с этой стороны дел но это не проблема второе потому что у этой трубы нету обводной трубы дополнительной вот эта обводная труба это называется делегирование вы часть своей работы свою хочу можете кому-то сделать чем-то должен попросить там и так далее так далее или подчиненным ему передать вот это обводная труда труба которая помогает достигать вашей цели у вас от своя труба и еще вы можете трубу подчиненного использовать ему кинуть дела и он выполнить для вас и третье что ограничить помните мы сказали дела должны как жидкость трубе третье что ограничивает вашу производительность это когда отсутствие фильтра или они засорились так вот благодаря этим фильтром мы из списка дел выкидываем вот эти вещи все что модно все что вам навязали это здесь одна бумажка а там может оказаться 20-30 процентов бумажек вы выкидываете вы поняли да вот это список дел у вас сразу сократится автоматом просто пройдя эту стадию он сократится вы перестанете делать чужое хочу которое не не вас не делать счастливее ни обществу ни природе не полезно вот этот фильтр выполняет функцию отсева мусора но мусор просто так нельзя выкидывать его надо анализировать для того чтобы в будущем не попадаться на одно и то же грабли не наступать и будущем уже у вас в голове будет строим вот этот фильтр когда вам дают что-то просят делать или задачу вы сразу думать так это меня сделать счастливее нет польза есть общество окружающие ты сразу говоришь не не сори я не я пас все вы уже в голове у вас это стоит фильтр но этот фильтр надо пройти через бумагу и доску для того чтобы она закрепилась вашей памяти до автоматизма вы должны один на один работать сами потому что только появится другой человек вы чуть-чуть начнете на него работать на публику а смысл ты сам себя вот вечером или когда ты остаешься на один один даже сделал все законно даже сделал все правильно когда ты остаешься один один ты же внутри все равно знаешь что чуть-чуть я там косичка давал ну чуть-чуть я по краю прошел в исламе есть хорошее правило избегай сомнительного вот вы должны кстати взять это за правило избегайте сомнительного должно быть все четко ясно в кайдзен вообще не любит сомнительных никаких серых зон все должно быть предельно ясно у вас эмоции чисто эмоции а дела чисто дела и так когда у вас происходит что-то в голове вы знаете подождите вот у меня все дела на бумаге сразу видно то есть любые такие вопросы это добро или зло это полезно не полезно вы через сердце пропускаете и сто процентов у вас будет ответ но единственное условие только один на день потому что сами собой вы навряд ли будете себя обманывать но себя обманывать тогда вообще лучше не заниматься этим если это тебя дело счастливее если это делать ты это знаешь что тебя дело счастливее понятно есть же какие вещи которые когда ты говоришь условно в моей миссии там с пользой для общества это значит ты не можешь быть счастливой там убив кого-то там или что-то навредив кому-то ну то есть с той стороны является ограничительным закон с той стороны и твоя мораль то есть если брать такую в этот вот дорога там условно к счастью здесь стоит закон его переступишь явно ты будешь не счастливый потом еще одним барьер стоит мораль мораль и вот и переступишь понятно ты закон не нарушишь но ты счастливой не будешь потому что ты пошла против своей морали а вот это место вот да да вот этой стены никого и ничего собачье дело это твое будешь счастлива поэтому какие вопросы не надо оглядываться не надо смотреть не надо это если вы не нарушаете закон если вы действуете в рамках морали беспокойтесь только о своем счастье мне молодые предприниматели очень много вопросов и горит вот вы планируем систему планировать используя для чего как можно больше дел сделать я говорю глупость моя система планирована направлена только на то как можно больше мне освободить времени нет как можно сделать больше дел а как можно больше освободить мне времени вот поймите огромную разницу если у вас цель сделать как можно больше дел вы загоняете себя в стресс потому что дела никогда не кончаются вы еще больше еще больше еще больше потом срыв потом депрессия потом вообще нахрен это все нужно и перессориться со всеми Поэтому систему планирования нельзя использовать для того, чтобы выполнить много дел. Система планирования используется для того, чтобы выполнять только те дела, которые делают вас либо счастливым, либо пользу приносит обществу, либо приносит пользу окружающей среде. Все, остальные отдыхайте. И у вас высвобождается куча времени. И в эту кучу времени вы можете запланировать пойти потанцевать, сыграть в World of Tanks, еще что-то сделать, поваляться в постели и вообще никого не видеть. Нормально? Воля на самом деле это временный механизм, это пружинка. Есть механизм гиперкомпенсации. Если вы голодаете 2-3 дня, потом вы так обожретесь. Если вы резко скинули вес 5 килограммов, то вы обязательно наберете 7 килограммов, пока не остановитесь. То есть вы никогда, вот так не будет, 5 килограмм сбросил, потом раз 5 килограммов вес вернул. Нет, вы вернете 7. Это механизм гиперкомпенсации. Кость, если вы где-то сломали, то место, где заросло, никогда не ломается, ломается в другом месте, потому что там механизм гиперкомпенсации, природа сделала так, что там сильнее, с запасом все делается. Поэтому здесь это не работает, воля не работает. Но воля, механизм воли, он как вообще работает? Механизм воли чем питается? Он питается энергией. Воля это же энергия. Воля питается энергией. Так вот, если вы и так себя в угол загнали кучу дел, и у вас батарейка на исходе, вы включаете волю, не включаете, закончится плохо. А если вы повалялись 2-3 дня, блин, энергии валом, дури девать некуда. Вы просто жаждете что-то сотворить. И вы делаете любимое дело, но надо пройти кучу каких-то усилий делать. Для вас это не будет усилием. Вы просто пролетите это все. Потому что у вас избыток энергии, который питает волю. Соответственно, она в воле автоматом появится. Вот я бы так сказал, воля без энергии равно нулю. Энергия создает волю. А энергия приходит только тогда, когда вы живете счастливой жизнью, в которой есть периоды безделья, любимых дел. Короче, чем больше вы свою жизнь наполняете любимыми делами, счастливыми, которые тот же Икигай, тем больше вы получаете энергию. Вот мне еще вопросы задают молодые ребята, часто говорят. Вот как вы успеваете там совсем встречаться? Откуда силы? Но я секрет вам рассказал, что я бездельно еще иногда фигней занимаюсь. Это раз. Второй момент. Дело в том, что когда вы встречаетесь с интересными людьми, либо вы каждый день делаете проекты, которые на шаг приближают вас к вашей мечте, вы вместо того, чтобы силы терять, вы приобретаете силы. И вы начинаете работать еще больше. Помните, я привел правило. Если вы выполняете работу, которая не приносит вам удовольствие, ваша эффективность падает. И наоборот. Если вы выполняете работу, которая приносит вам удовольствие, эффективность ваша возрастает. Благодаря этой системе планирования, у вас возникло такое ощущение, вот заказал тебе какую-то машину или женщина какую-нибудь шубу, платье, неважно, что-то заказали, но то, что нельзя сразу купить. И вот вы ждете в предвкушении, что вот она придет, вот заказ мой придет, вот мой заказ придет, вот я уже заказ делала, оплатила, примерку прошла, вот заказ придет. Вот это то состояние, в котором я живу. Благодаря этой системе планирования у меня есть мечты, мои цели, и каждый день, когда я делаю, я знаю, что на шаг приближаю, и у меня как у охотничьей собаки азарт, я знаю, вот сейчас за поворотом вот эта мечта осуществится, за этим поворотом вот эта моя хотелка выполнится, и каждый день азарт, каждый день азарт, каждый день удовольствие и соответственно силой. Когда ты выполняешь свое хочу, а не чье-то хочу, естественно будет силой. Поэтому вот это фильтр очень важен. Пойдем дальше. Вот мы сделали фильтрацию через миссию. Миссию, смело можете заимствовать мою миссию. Миссия может быть разная. Главное себе ответьте на вопрос, вот кто я, и это будет ваш истинный я, а не те роли социальные, которые вам общество навязало и которые вы обязаны выполнять. Дело в том, что когда общество навязывает там какие-то роли, есть много психологических книг по этому поводу еще, оно загоняет вас в рамки должен. У каждой роли прописан вот такой список должен. И общество манипулирует членами общества таким образом. Так, ты такой-то. В этом и проблема, что с детства, когда мы растем, нам, во-первых, общество навязывает, а во-вторых, мы сами себе говорим, я такой-то. И мы одеваем на себя этот футляр, а этот футляр состоит только из слов должен. Если ты этот, то ты должен делать вот это, вот это, вот это, а если ты вот это, то ты должен делать вот это, вот это. Соответственно, мы одеваем это и начинаем играть эту роль. Поэтому миссия это то, кто вы есть, это единственная роль, которую вы в этой жизни должны выполнять, если хотите быть счастливым. Есть еще такое правило. Человек никогда не будет счастлив, если будет играть чужую роль. Как сегодня сказали, никогда не сможешь добиться чужого счастья. Вот, ради счастья детей. Никогда. Дети вырастут, плюнут на родителей. Нельзя жить ради детей. Дело в том, что когда ты выстроил миссию и живешь ради себя, и ты счастлив, дети учатся не на словах, а на примерах. Поэтому я вам еще раз подчеркиваю, любая роль, которую вы на себя одеваете, это попытка играть ту роль, которую вам навязали, и вы в ней никогда не будете супер профессионалами. Вы всегда будете в косяке. И вот только единственная роль, которую вы должны в этой жизни для себя определить и в нее играть. Еще есть такое правило, говорится, либо ты в этой жизни играешь, либо тобой играют. Когда вы принимаете любую социальную роль, это вами играют. Когда вы определили свою миссию и внедрите эту систему планирования, это вы начинаете играть в свою партию. Вот мы дошли до фильтров. После фильтров дальше идем. Мы работаем теперь с этим блоком. С этим блоком. Дальше у нас идет вот этот блок. Здесь просто повтор. Дальше идет фильтр из пяти направлений. Личностное развитие, семья, бизнес, общественные дела, хобби. Также делим. Произвольно. Вот личностное развитие, семья, бизнес, общество, хобби. Это тоже фильтр. Для чего он делается? Для того, чтобы посмотреть вообще структуру ваших всех хотелок и мыслей в голове. Вы берете и говорите, так, это связано, прочтение книги Анны Карениной, вот это личностное развитие. Вот тут съездить, там, куда-то в Дубай, это с семьей еду. Так, вот это цели заработать столько там миллионов долларов, это бизнес. Так, вот это купить джип, хобби. И вот это, например, еще бизнес. Все, раскидали. Так как у вас будет очень много таких листочков, вы вот так раскидываете. Для чего это делается? Первое, для того, чтобы увидеть структуру, вы практически сейчас структуру ваших мыслей в мозгу видите. В мозгу вы так не увидите, а когда на бумаге вы увидите. Ага, и вы поймете, куда вас больше клонит, чего вы больше всего хотите достичь или куда вас тянет к личностному развитию, семью и так далее, и так далее. Это первая цель. Вторая, самая важная цель, это чтобы не упустить ни один из этих пяти вещей, ни одну. Дело в том, что если вы что-то упустите, есть такая звезда, когда вы должны всесторонне вот эти вещи делать, иначе у вас не будет счастливой жизни тоже. Каждый человек рисует профиль. Вот, значит, личностное развитие вот так, бизнес вот так, это вот так, потом это вот так, может быть, это вот так. Ну вот, моя картинка вот такая. Некоторые пишут, что в каждой этой у человека разные роли. Запутайтесь, не надо вам никакой роли. Ваша роль, вот это ваша цель, миссия, для чего вы пришли в эту жизнь. Вот что такое счастье, да? Или возьмем один из главных компонентов счастья, это свобода. Ну, конечно, свобода и так понятно. Нет, если разложить, свобода состоит из трех свобод. Это физическая свобода, когда вы не в заключении, а можете передвигаться там и так далее. Это юридическая свобода. Вы же не можете сейчас взять и поехать сразу в США. Вам нужно визу получить. А если у вас есть виза, тогда у вас есть юридическая свобода поехать в США. Если вы в заключении, вы не можете даже до аэропорта доехать. И третье, финансовая свобода. У вас есть свобода, у вас есть виза, а денег нет. Это финансовая свобода. Так вот, счастье достигается, когда у тебя расширяется финансовая свобода. А финансовая свобода достигается за счет бизнеса. За счет бизнес достигается за счет личностного развития. Они все друг с другом связаны. Поэтому вот эти пять, я их отдельно выделил. С точки зрения роли вы должны держать только одну роль. Вот она, вот эту. А степень, как вы в этой звезде, для того, что вот, например, семья, да? Кто-то в семье очень много домосед. Кто-то счастлив, когда семье вот столько внимания уделяет. А вы счастливы на этом уровне? Кто-то личностное развитие вообще вот так занимается личностным развитием. А бизнесом вообще вот так занимается. Кто-то очень много внимания уделяет хобби. Вот говорят, есть даже истории, бросил работу, начал заниматься любимым делом. Вот удар в это хобби. Но хобби без бизнеса он долго не протянет. Он хоть там дайвером работает на каком-то пляже на Мальдивах. Если он за это деньги не собирает, достаточных для того, чтобы обеспечить свою свободу экономическую, он долго дайвера не протянет. И второй момент. У вот этих ролей есть два качества. Одно, когда вам навязывают, ты хороший отец, веди себя как хороший отец. А второе, когда ты сам говоришь, я хороший отец, но это не значит, что я должен вот это делать. Вот это делаю и достаточно. Мое понимание хорошего отца. Вот, все. Поэтому разбивайте на такой фильтр. Этот фильтр, вторая задача этого фильтра заключается в том, чтобы ничего не упустить. Видите, у меня в обществе здесь пустота. Это ничего страшного, но я для себя делаю вывод. Я должен что-то все-таки для общества сделать. Часто человек упускает просто. Говорят же с глаз голой и сердцем вон, да? Если с глаз, вот принцип визуализации. Вы просто упустили, что надо заниматься общественными делами. Но там внутри-то вы знаете, что надо заниматься общественными делами. И вот вы, например, сидите, раз, смотрите, у вас вот этот столбик пустой. Вы думаете, блин, а у вас потребность есть делать. Дело в том, что у каждого человека есть потребность приносить пользу обществу. У каждого. Это как метод социализации и метод еще самореализации. Вот есть еще такая пирамида масла, где ты должен, чтобы чувствовать себя счастливым, ты должен что-то давать, отдавать. Ну, вы можете там отнести в детский сад, там что-нибудь. Или в детдом сходить. Или в старушке помочь по соседству. Это все польза обществу. Дерево посадить, хороший пример. И вот вы сидите, думаете, я, в принципе, молодец, все хорошо делал, но надо мне что-то все-таки сделать. И дело в том, что когда вот этот столбик, вы можете себя не заставлять. Вообще никогда себя не заставляйте. Вы просто сами у вас внутри что-то проснется и скажете, блин, надо что-то сделать. Блин, вот просто надо что-то сделать. Дерево посадить или этому помочь. Или сходить там бабушкам что-то сделать. И вы раз и сюда ставите листок. Это первый звонок и первый сигнал. Вы сами начали формировать свою повестку дня. То есть это никто вам не сказал, никто вам не навязал, никто вам не манипулировал. Это первая ваша задача, которую вы сами осознали и посчитали нужным, и ее внедрили в план. Только вы написали на бумажке, все, она вошла в ваш план уже. Сейчас я дальше покажу как. То есть заметьте, появилась новая задача посадить дерево, да? Оно теперь не проходит, вот эти фильтры заново через миссию, через должен, хочу. Вы уже автоматом в голове держите. Вы видите, что, блин, я хочу что-то сделать. Вы уже знаете, что вы в этом хотите. И тут сюда прилепили. Это к тому, что не пугались. Вот этот фильтр нужен всего один раз. Вот разбили. Вот этот фильтр вам нужно применять каждый год. конец года, конец года. И вы опять раскладываете, потому что каждый день или каждый год приносит новые дела. А еще вот этот фильтр что дает? Этот фильтр дает ощущение вам полноты жизни, что вы делаете все правильно, вы ничего не упустили, что нету секторов, которые вы упустили. Вы знаете, что ваша система планирования полная, всеобъемлющая. Вот это ощущение очень важно. Это убивает все ваши сомнения. Вот для этого еще нужен вот этот фильтр. Чтобы убить все сомнения. Иначе вы все время думаете, так что-то делаете. Блин, а для себя я что-то делаю вообще или нет? Вот личность развития. Там забивать книжки, изучение иностранных языков, танцы и так далее. Потом раз что-то делаете, да, я бегу, я зарабатываю, я счастливаю. А вообще от меня польза какая-то есть в обществе или нет? Вот это как раз вам эту совесть вашу успокаивает. И когда у вас вот это есть, вы смотрите и думаете, так, я красавчик, я все делаю правильно, нету ничего, что я бы забыл. И мне, соответственно, нету сомнений, у меня не может быть сомнений. У меня все. И я делаю и для хобби, и для общества, и для бизнеса, и для семьи, и для себя лично. Я делаю все. Соответственно, любая сфера деятельности сюда. Путешествие с семьей сюда. Один познавательный сюда. Книжки читать сюда. Танцы сюда. Там с женой в кино ходить сюда. Там бизнес делать, вот, пожалуйста. Любые бабки, соседки помочь сюда. Дерево посадить сюда. С браконьерами побороться сюда. Сюда, там, на парашюте прыгнуть. Сюда. Все. Это фильтр полный. Но самое главное, я повторюсь, это фильтр, который успокаивает вашу совесть и который убивает все ваши сомнения в будущем, когда вы начнете реализовывать свои планы. Вы уже назад никогда не будете оглядываться и говорить, а может, я что-то забыл. Не забыл ты ничего. Все есть. После этого мы вот это все надо приземлять. И вот тут у нас на сцене появляется комбан 2018 года. Это, ну, предстоящего года. Первый этот отрезок, который все эти бла-бла-бла, теории и так далее, надо на землю приземлять. Вы уже делаете вот так. Расчеркиваете. У вас на доске должно быть годовой и месячный комбан. Здесь нужно сделать. Но это вам нужно сделать. Вы сами. Это не кто-то вам говорит, вам нужно. Это вы говорите. Мне нужно сделать. Нужно сделать. Запланировано. Годовом всего три. Все сюда перенесли. В мусорку ничего не выбрасывайте, потому что вы помните, вы в мусорку выбросили то, что вашей миссии не соответствует. А вот здесь уже все то, что соответствует вашей миссии. Канбан. Что такое канбан? Канбан переводится с японского карточка. Вот эти карточки, это и есть канбан, по сути. И вот что вы делаете. Вы вот эти все вот после тех фильтров переносите сюда. На том фильтре у вас остается вот это, которое в 2018 году вы не сделаете. Это может быть в 2019 году, в 2020 году. Так как у меня на айфоне, у меня там на 10 лет вперед. Вот такие. Соответственно, я вот это то, что через фильтр вот этот прошло, вот этот фильтр, он у меня всегда пустой. Я оттуда все карточки раскидываю. Так, это реально сделать в 2018 году, это реально сделать в 2019 году, это реально сделать в 2020 году, это в 2021, это в 2023. И их кидаю. Основная идея, вот этих 5 столбцов, они у меня должны быть пустыми. Вот это вот так висит, не должно быть. Должно быть вот эти столбцы, вот миссии. После миссии, когда вы сюда переносите, вот смотрите, вот отсюда вы переносите, вот это остается пустое. Вы это стираете. Потом отсюда, это в мусорку, проанализировали в мусорку, Вот это берете, вот она, переноси сюда, попейте этим, вот это пустая, стираете. После этого у вас вот эти полные. Вы вот это раскидываете по годам. Комбан 18-го года, 19-го, 20-го, 21-го и так далее. Потому что ваши мечты могут быть длинные, трехлетние, пятилетние и так далее. Но все должны быть так. 18-го, 19-го, 20-го выглядят должны быть так. И вы просто их кидаете сюда. Нужно сделать. Это в каком году, просто вы видите, в каком году что нужно сделать. Теперь, когда вы раскидали 18-й год, предположим, декабрь месяц 17-го сейчас идет, вы создаете вот такую карточку, ну, давайте января назовем. И вы думаете, из этого что реально сделать в январе? Так, так, вот это реально. Переноси сюда. Вот это нужно. То есть, это не то, что я хочу, а там, ну, что-то мне, я сюда переношу. Так, вот это, ну, постараюсь в январе. Так. Ну, и так далее. Здесь может быть там 50 листочков. Вы переносите вот это в январе. Все кидайте сюда. Теперь, если у вас нету комбана, например, мая месяца, вы на карточке берете, пишите, в мае 20-го сделать вот это. И вставите в запланированное. Чтобы не создавать 12 таких досок. В году уже 12 месяцев. Вы переносите сюда в запланированное. Сюда карточку берете. Так, вот это сделать в августе. Поехать. Надо забронировать там отели и так далее, и так далее. Вот это там в 1 сентября в школу надо вот это сделать. Все. И прямо на них пишите. Все, это запланировано. А все, что январь, переносите сюда. На январскую доску. Значит, что у вас становится? У вас из всех мыслей получается, вот эти нужно сделать, но вы пока не знаете, когда их делать, что делать. Вы над ними будете размышлять. Вот эти, вы уже даты определены. Это все, что не январь. Все, что... А вот это все, что январь. Вы перенесите сюда. Все, что январь. После этого это нужно сделать в январе. А в какой день января? Не понятно же? Поэтому какие-то вещи вы знаете сразу. Это я сделаю на следующий понедельник. Некоторые встречи зависят не от вас, а от вашего контрагента. И вы пишите в процессе мяч на стороне исполнителя. Например, я написал Жаневеку там. Давай встретимся там в следующий вторник. Я же не могу себе в план еще поставить, потому что он не дал подтверждения. Я говорю, давай в следующий вторник в 11 часов в кофе-руме. Он не дал подтверждения. Я подвешенный. Я в процессе исполнения. Но мяч не на моей стороне, на его стороне. И я себя не обвиняю, потому что я свою часть работы сделал. Вы поняли, да? Все. Теперь Жаневек или кто-то там мне прислал имейл. Говорит, Марган Халифович, там прочитай какой-то проект. Я говорю, так, я сейчас должен вот это сделать сегодня. А, я должен вот это сделать. Там условно длинное. Я раз, мяч на моей стороне. Я должен ответить. У меня вообще каждое утро кайзен час. Я говорю, вот это надо сегодня сделать. Вот это мяч на моей стороне. Сегодня должен сделать. Так, вот это запланировал. А, ну это в ту дату, которую я запланировал. Все. Вот я сегодня должен делать. Из вот этого огромного количества листочков я должен думать сегодня только о вот этих двух. У вас там 50-70 ваших желаний и хотелок, которые вы описали. А делать-то надо вот эти. Заметьте, смысл потока в чем заключается. Когда я вам показывал три потока, выливая бутылку, во всех трех я менял что? Я менял только способ, как увеличить пропускную способность горлышка. Вы поняли, да? Самое критичное место горлышка. Так вот, пропускная способность всей бутылки равна пропускной способности горлышка. Поэтому, чтобы увеличить пропускную способность горлышка, я ее крутил, создавая внутрь вихрь. Поэтому я ставил трубку, чтобы воздух туда попадал, и вода быстрее вытекала. Так вот, управляйте в единицу времени только узким местом, горлышком. А это у вас сегодня. У вас будущего еще нет. Вчера уже прошло. У вас есть только сегодня. В этом плане хорошую фразу один из американских президентов сказал. и говорит, делайте то, что можете с тем, что у вас есть сейчас. Почему эта система планирования еще лучше других систем? Потому что эта система планирования учитывает незавершенные дела. Сегодня ты эту работу делал, делал, делал. Дошел до какого-то момента, результаты работы, отчет сбросил шефу. Ты пишешь, в процессе мяч на стороне исполнителя. Потом опять он тебе ответил, говорит, так, все, там, что-то это вот так действует. Ты вот раз, ты опять, сегодня. Опять делал. Потом раз, какой-то тебе прислали большой файл, надо прочесть. Блин, ты берешь его, в процессе мяч на моей стороне. То есть ты над ним работаешь, но он большой, поэтому ты подпозже, не сегодня, попозже прочитаешь. Он в процессе. И у тебя вот так. А потом, когда ты сделал, ты переносишь в сделанное. У меня в личностном развитии вот здесь стоит изучить арабский язык. Золотая, значит, большая? Большая. Не понятно, с какого боку приступить, так ведь? Не факт, что я за 2018 год его освоил, так ведь? Что я делаю? Что такое знание языка? Это чтение. Нет, сначала это алфавит. Потом счет. Потом чтение. Потом разговор. Согласны? Вот мы слона на четыре уже распилили. После этого, помните правило? Сначала стирка, потом глажка. Сначала алфавит, потом счет, потом чтение, потом разговор. Я что делаю? В 2018 году я пишу. Я могу освоить алфавит? Любой из вас скажет, могу. Я в 2018 году могу освоить счет арабский? Любой скажет, могу. Я в 2018 году могу научиться читать? Любой скажет, могу. А вот разговаривать непонятно. Согласны? Беру карточку арабский язык, ее уничтожаю, и из нее делаю четыре новых карточки. Научиться изучить арабский алфавит, научиться считать по-арабски, научиться читать по-арабски, научиться говорить по-арабски. Первые три я ставлю сюда, а научиться говорить по-арабски я кидаю на 2019 год. Понятно, да? Дальше как режем слона? Вот, научиться, возьмем произвольно там, алфавиту. Я беру, что я могу из алфавита в январе сделать? Выучить 10 букв. Пишу, выучить 10 букв арабского. Значит, выучить арабский алфавит, я карточку делю на три карточки. Выучить 10 букв, выучить 20, вторую десятку, выучить третью десятку. Я оттуда беру первую десятку и ложу сюда в январе. Реально 10 букв алфавита арабского выучить в январе. То есть система построена таким образом, что вы ничего потерять не можете. То есть система построена таким образом. Вот вы берете слона, порезали на куски, для казахов лучше я расскажу, лошадь, порезали на куски, и против каждого куска мяса положили карточку. Берете карточку, пишите, манау жилек. Вот эту карточку, манау омртха. И вот так. Вы от лошади делаете зеркало в виде карточек. И когда вы согом едите, прежде чем бросать омртха в кастрюлю, бросили, да, вы берете карточку и вешаете на доске. Вот такое делаете, пишите, в кастрюле. У вас так же здесь будет, в холодильнике, в кастрюле, вы берете карточку омртха, лошадь говорит, в кастрюле, варится, варится. Когда сварилось, вы пишите, берете в процессе, в процессе. Кушаете. Как съели, выкинули омртха, берете карточку, ставите, сделано. И потом вы видите, лошадь вы можете по запчастям сказать, эээ, должна быть вот левая лопатка остаться. То есть эта система такая, вы не можете потерять задачу вообще. Вы не можете ее потерять. Вот это отличие от списков туду, там списка дел и так далее. Карточки, канбан карточки, это зеркало вашей мысли. Вот одна мысль, помните, одна мысль, одна карточка. И она потом начинает дробиться и растекаться по календарям, по датам и так далее, и так далее. И вы цели 100% добьетесь, когда вот эти все карточки пройдут через эту трубу. Просто 100%. Шансов нет, не выполнен. Вот смотрите, ладно, продолжим. Перенесли сюда. Вот в январе сделать. И январь уже месяц более короткий. И вы что делаете? Вы начинаете уже пользоваться вашим обычным ежедневником или календарем, который в смартфоне. Уже вот там вы пользуетесь обычным вашим этим, где есть часы, есть даты, субботы, воскресенья указаны и так далее. И там просто смотрите, у вас эта карточка, вот эта система, она дает вам то, чтобы вы не потеряли ваши мечты, ваши мысли и так далее. И еще благодаря этому ваша голова всегда пустая. И вы что делаете? Мяч на стороне исполнителя, мяч на моей стороне. Вот это нужно сделать сегодня. Потом, когда сделано, сюда накопилось, вот это месяц прошел, сделано, накопилось, вот это все вот так накопилось, а это не сделано еще. Так? Ну там запланили, вот так, не сделано. Вы что делаете? Вы вот это в конце, последний месяц берете эти карточки, переносите в сделанное 2018 года. А вот эту переносите в комбан февраля. Либо там марта, неважно, можете легко переносить. И что у вас происходит? С каждым месяцем вы выйдете, сколько дел вы завершили? С каждым месяцем, с каждым днем, с каждым годом вы физически ощущаете, как ваши мечты превращаются в вашу реальность. И каждый день, каждый год вы видите, что вы живете той жизнью, которую сами для себя, именно по тому сценарию, который сами для себя выбрали. И это дает неимоверную силу, неимоверную эмоциональную, это дает вам неимоверный заряд бодрости и энергии. И вы готовы совершать, и единственное, что вы при такой системе планирования хотите, это еще быстрее делать, еще быстрее делать, чтобы еще быстрее достигать своих целей. Но самое интересное, так как вы занимаетесь любимым делом, это у вас будет получаться еще легче. Обязательно пересчитывайте и просто кайфуйте. Я в этом году сделал вот это, вот это, вот это, вот это. Проблема других систем планирования, особенно в списке дел, ты делаешь, вычеркиваешь же. И забываешь, и такое ощущение, что жизнь зря прожил. И самое интересное, что вот эта система планирования вам даст ощущение контроля над своей жизнью, потому что вы знаете, откуда приходят события. Откуда приходят? Вот предположим. Так, эта задача, если была связана с там шефом, а он уже это не может делать, или с ним это, эту берете карточку, выкидывайте. У вас было 100 мыслей и 100 мечт, стало 99. Вот почему эта система гибкая. Либо вы, он просто, ваш шеф заболел, там условно, через два месяца выйдет на работу. Вы сюда пишите там, карточка, выполнение в марте месяце. Запланировано. Все, она не теряется у вас. Все. Дальше, любое что-то изменилось, появилось новое вводное. В голове не держите, сразу у вас есть, куда заполнять. Вы сразу знаете, вот этот весь фильтр проходить не надо. Вы сразу уже знаете, так, это делает меня счастливее? Делает. Ага, если это меня делает счастливее, это что? Связано с моей личностью, или семья, или хобби, или бизнес? Ага, вы уже примерно представили задачу. После этого, так, это в этом году реально счастливее? Реально. Вы пишите на листочке, сразу сюда. Нужно сделать. Уже фильтры не нужны. Фильтры нужны, чтобы вот этот весь ваш бардак провести через это сито один раз. А потом эти сито уже будут у вас в голове установлены. Они уже все установлены. И когда новая задача приходит, вы сразу в голове через сито пропустили, раз, на 18-й год поставили. Все. А потом, свободное время есть, я рекомендую, час времени утром всегда посвящать планированию. У меня называется Кайзен час. И смотрите, так, в 18-м году я поставил. А конкретно в каком месте было бы самое идеальное это сделать? Ну, условно, я хочу поехать в Дубай. В Дубай погода когда хорошая? Ну, сейчас весна уже пустила, осень, наверное, хорошая. Ага, в октябре. И пишут, в октябре. Берете билеты, все посмотрели, отели посмотрели, все нормально, все за... Отпуск подгадали. Запланировано. Все. Будет вам Дубай в октябре. Самое лучшее время года. И вот понимаете, вы... Система планирования очень сильно зависит от контекста. Важна же, эффективная реализация или эффективная деятельность, когда вы делаете нужное дело в нужном месте, в нужное время, в нужном количестве. Вот эти все моменты, это называется контекст. есть, а те системы планирования, которые через список и так далее, вот это Ганта, диаграмма Ганта и так далее, вы там запланированы, вы должны делать. А не важно, что у вас в этот момент энергии нет, не важно, что у вас в этот момент силы нет, не важно, что слякать на улице, дождь, не важно, что там еще что-то. Те системы планирования не учитывают контекст. А еще очень важный момент, вот эту систему я разбил именно по месяцам, потому что, смотрите, день слишком короткий, ты мало чего успеваешь делать, и задача очень маленькая, пельмени, когда ты кушаешь пельмени, трудно представить, что они из слона, да, и ты думаешь, блин, вообще я то делаю или не то, но ты знаешь, так как у тебя были фильтры, вот это все, у тебя никаких чужих задач нет, все твое. Теперь, что-то менять, еще результатов нету, реагировать сложно, это короткий период, подводить итоги года, блин, ты говоришь, блин, надо поменять, а год уже прошел, уже слишком большой период, месяц самый идеальный период, месяц прошел, ты вот это сделано в течение месяца, прочитал, проанализировал, и уже на следующий день корректируешь свое поведение. Так, надо больше сейчас общественным дел давануть, так, надо больше по бизнесу здесь давануть, я личностное развитие упустил, надо еще дополнительно две книжки прочитать давануть, и вы уже вот это начинаете в голове упражнения делать вот эти. Так, потому что у вас есть статистика, статистика, это факты, это не эмоции, это факты, с которыми спорить бесполезно, это вот ваши вот эти все, а я вам покажу, как еще делать, сразу определять, что это вот это, это очень просто делается, на 5 этих делайте 5 цветных, присваивайте семье один цвет, хобби другой цвет, вот вы сразу делаете, это семью, условно, на зеленом, там личностное развитие, сделайте там, условно, желтым, общественные дела, делайте, например, условно, красным, бизнес делайте синим, хобби делайте оранжевым, это вы сами можете как угодно делать. Теперь что получается, когда вот эта цветная армия пойдет по вот этой трубе, сразу вы можете сказать, сколько вы общественных дел дел делаете, сколько бизнес дел делаете, сколько личностного развития, сколько это, все сразу видно. И это факты, это статистика, и это ваши мысли и ваши дела. Но когда месяц заканчивается, вы вот это стираете, вы вот это не выкидываете, вы все, 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 все переносите, 18-й год сделано. И у вас вот это копится, и каждый раз вы кайфуете, когда смотрит, охереть, я красавчик. Существует еще две вещи, которые нужно планировать. Первая задача, первая вещь, это рутинные дела, которые каждый день повторяются, каждый день повторяются, повторяются, повторяются. Я их делаю так, беру свой ежедневник и сразу каждый день забиваю, там, условно, в 6 часов подъем, там, прогулка, с 8 до 9 у меня кайфуен час. И у каждого дня просто забит автомат. У меня правило такое, у меня рабочий день начинается, я имею в виду встречи с 10-30, ты заканчиваешь с 6 часами, все. Позже не делаю рабочий день, раньше не делаю. Почему? Потому что утро я посвящаю себе, это я языки, либо кайфуен внедряю, либо планированием занимаюсь, либо ходьба, либо спорт, неважно. И есть у меня приложение, которое управляет привычками. Вот эти рутинные, каждодневные дела лучше всего перевести в привычки. Вот это очень интересно, потому что многие вещи мы делаем на автопилоте. Многие вещи мы делаем на автопилоте, поэтому чем бороться с плохими привычками, гораздо эффективнее внедрять новые привычки. Если ты внедряешь полезные привычки, ты уделяешь больше внимания этому, больше энергию, автоматически ты начинаешь забывать плохие привычки. Потому что в дне, представьте, день как труба, его ширина 24 часа. Вы хоть запланируетесь, вы не впихнете туда больше дел. Вам по-любому 8 часов спать, вам по-любому столько часов уходит на гигиену, столько часов на еду и так далее. И вот этот остаток, речь идет о том, чтобы вот эту одну четверть или одну треть проводить вот так. Все остальное, сон не надо планировать. А другой вопрос, что многие вещи, привычки надо автоматизировать. Второе, делать отдельную доску для сложных проектов. Ну не знаю, строительство дома, условно. Это проект, целый проект строительства дома. И вот вы, там его нельзя вот так раскидать, разбить. Вы назовите проект строительства дома. И там сделать проект, договориться с прорадом, со строителем, вот это купить материалы и так далее, и так далее. И он будет вот так самостоятельно жить, но просто когда вот это сегодня, вы для себя определите, что сегодня в столбе только вот этот у тебя. Потому что не может я здесь 8 часов в рабочем времени и здесь 8-16. Оно не может так стоить. Ты просто отсюда берешь, часть сюда кидаешь, а просто вот с нижнего проекта сюда, а потом отсюда сделано. Так, по дому надо что сделать? Договориться с прорабом. Так, это в процессе, мяч на моей стороне. Вот это я запланирую, что через неделю привезет шифер. Вот это я буду делать сегодня. Но сегодня вы вот это уберите. У вас столбец сегодня общий. Потому что вы вот этими столбцами играть можете, но сегодня 24 часа в сутки всего лишь. Это вот это бутылочное горлышко. И вот здесь сегодня, и это вас оградит от того, что вы сюда не напихаете слишком много дел. Это вот как управлять сложно. Всего три варианта есть. Первое, рутинные дела. Это через привычки и через вот это планирование, которое автоматом каждый день. Второе, это все наши основные дела, это 80% времени. И третье, когда у вас есть сложные проекты. Вы можете это таким образом сделать. Но я так скажу, у меня есть еще, я для себя сделал такую вещь. Так как у меня на айфоне приложение называется Trello. Я там сделал еще встречи и публикации в Фейсбуке. Они всего две доски, но там очень мало таких столбцов. Для чего делать? Бывает так, что я открываю WhatsApp, и надо с этим встретиться, надо с этим, надо с этим, надо с этим, а там куча встреч, куча событий, надо на то мероприятие сходить, а календарь, это надо не спеша сесть, раскидать, это со всеми согласовать. Кто-то хочет в один и тот же день и так далее. То есть это целая такая работа. Поэтому я просто как ящик встречи туда кидаю, 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 кидаю. Потом, когда время есть, сажусь и так начинаю. Так, с этим лучше встретиться завтра. Пишу ему WhatsApp. Так, давай завтра встретимся. С этим лучше встретиться в среду. Все, расписываю и переношу карточки в процессе на мяч на стороне исполнителя. Потом, когда они ответили, я вот это беру, мяч на моей стороне, и уже в календарь прописываю. В Востоке-то в 10 часов, в Кафе-Рум, в Кафе-Поль в 3 часа, в офисе Востоке-то и все расписываю. Но это в том случае, когда мне просто сыпятся вот эти все предложения, проекты и так далее. И они вот раз уехал на субботу-воскресенье, блин, там вот так насыпалось. И надо же это все. Поэтому это отдельный процесс. Я его выделил отдельно, доску назвал встречи. Или бывает, еще одна доска у меня, публикации в Фейсбуке. Бывает вот так, хочешь, то, что, блин, надо про вот это опубликовать. А когда опубликовать? Когда подготовить текст, картинки, цифры? Не знаешь. Ну просто надо. Главная мысль этого планирования заключается в том, чтобы всегда держать голову пустой. Вот только появилось, надо вот это опубликовать. Я сразу карточку завожу, потом придумаю, когда опубликовать, что я просто буду знать, что это нужно опубликовать. Карточка – это зеркало всех ваших мыслей. И когда вы вот так вкладываете, вы на самом деле раскладываете всю работу вашего мозга. и глазами как бы со стороны видите, что вы делаете, как вы делаете, когда делаете, как быстро вы делаете, что вам мешает. Вот у меня есть, например, несколько карточек, которые постоянно кочуют из «нужно сделать» в январе, потом опять нужно сделать в феврале, потом нужно сделать в март. Три раза так происходит, я сажусь и думаю, а вообще это мне нужно или я так себе думаю, навязал сам себе, что вот нужно. И потом часто бывает так, что оказывается просто, ну, хотелки бывают, ну, хочу. А на самом деле не хочу. Ну, статистика покажет, что я по факту не хочу. Сейчас прямо я вам покажу, как это делаю я в электронном виде. Вот, например, давай создадим канбан 2018 года. Они не сравнятся, они друг друга дополняют. Вот трелла, мы начали с трелла. Вот канбан 2018 года. Теперь делай канбан, сделай, нужно сделать, запланированно, сделано. Так, теперь выйди опять в доски, в доски, и создай новую доску, канбан апреля, например. сделай, нужно сделать, запланированно. В процессе, мяч на стороне исполнителя, в процессе, мяч на моей стороне, дальше сегодня, и сделано. Возвращаемся в доску 2018 года. Зайди в доску 2018. Вот канбан 2018 года. Давайте напишем, например, выучить 10 букв алфавита, вот так, выучить 10 букв, выучить вторые 10 букв, выучить третьи 10 букв. Вот теперь, это нужно сделать. Теперь снизу карточку, канбан 2018 года, научиться считать на арабском. Так, следующая карточка. Научиться читать на арабском. Выучить 100 арабских слов. Выучить вторую сотню арабских слов. Выучить третью. Вот смотрите, мы создали доску 2018 года, такая же доска, вот представьте. Вот мы создали карточки. Теперь выучить 10 букв, покажи, как это делается, кидается, запланировано. Видите, берете, драк-н-дроп, просто берете и переносите. Так же, как физическую. Теперь давай ее бросим в апрель. Открой, вот, перенести. Канбан апреля. В канбане апреля куда перенести? Нужно сделать в запланированном процессе или это нужно сделать, перенести? 10 букв, 10 букв, все перенеси на апрель. Все, мы с 2018 года на апрель кинули. Теперь зайди в доску апреля. Доска апреля. Видите, вот они появились. Все, теперь ты говоришь, так, нужно сегодня выучить 10 букв, перенеси на сегодня. Раз, бросил. выучил, кидает, выучить 10 букв, кидает, у нас сделано. Так, новые 10 букв, например, запланированное, на следующей неделе ты хочешь. Вот, бросил. Теперь открой саму карточку, выучить 10 букв, открой. Смотрите, здесь что можно делать. Здесь, ну, это для навороченных, участники, вы можете всю команду сюда завязать. Кому-то поручать, он будет видеть там, и так далее. Вот метки, вот чек-лист, вот делайте, добавьте чек-лист. Вот когда сложные эти проекты, например, можно сделать вот так, не выучить 10 букв, а иногда я делаю вот так, выучить алфавит. Вроде большой кусок, да? А потом я просто в чек-листе сюда добавляю, выучить 10 букв, добавить, выучить 10 букв. Там не надо писать, 3, 10, 3, просто выучить 10 букв, выучить 10 букв. Срок поставь до конца апреля. Вот, я ставлю срок, сохранить. Теперь закрой, беру вот эту карточку, сегодня, перекидываю на сегодня. То есть я, условно говоря, кастрюлю с пельменями переношу, открываю, выучить сегодня. Когда я выучил что-то, я беру чек-лист, сюда нажимаю, так, все, первая десятка, закрываю карточку. Все, этот день закончился, я выучить алфавит, опять назад возвращаем. Я сразу вижу, из трех дел, я одну уже там внутри сделал. Теперь, когда мне опять алфавит нужно, я беру его, кидаю сегодня, как выполнил, опять там галочку поставил, и опять вернул. Потом, когда три раза отметить, например, третий раз сегодня выучил, все, закончил, я кидаю, сделано. Видите, получается, зеленое, 30 апреля, значит, я выполнил вовремя, до даты дедлайна, до 30 апреля. Трелло полностью заменяет, вот это все, что я вам показывал, полностью. Самое главное, вы должны четко держать в голове, каждая мысль своя карточка. Нету мысли, нету карточки. Появилась новая мысль, появилась новая карточка. Второе софт, который я использую, это Ultimate Calendar, это зайди в App Store. Ну вот здесь, вот видите, он для смартфона, поэтому здесь мы покажем просто скриншоты. Смотрите, вот здесь я уже раскладываю по дням, здесь у меня сразу видно, видите, разных цветов. Сразу видно, это хобби, бизнес, социальные, общественные дела и так далее, так далее. Ну это изучите, это уже как обычный календарь, но он работает, когда я работаю с январем. Планирую январь, встречи с кем назначить, во сколько, здесь время, здесь можно смотреть, день, неделя, месяц, год можно смотреть, по часам, по задачам, по спискам. Если, например, вы синий присвоили бизнесу или фиолетовый, вот сразу у вас видно, в 13 часов у вас по бизнесу, бизнес-встречи, в 14, 15, 16 бизнес-встречи. И вот она, вот здесь полосочкой сразу показывает бизнес-встречи. Зеленые, если, например, там что-то другое, вот сразу зеленые люди. И сразу это на месяц сразу видно, сколько у вас бизнес-встреч, сколько у вас общественных дел, сколько семейных дел, сколько это, сразу видно. Теперь третье, это Way of Life. Вот здесь вы, что делаете? Вот здесь вы, вот здесь нажимаете, пишите, какие вот эти привычки выпить воды, медитация, никакой газировки, никакого алкоголя и так далее. И когда в течение дня вот вы берете, раз нажимаете, он высвечивается, вот это да, нет, пропустить или не выполнил. Ты просто выполнил, не выполнил. И вот видно, ты пропустил тренировку в этот день. Это потом показывают в графиках. Потом ты хочешь внедрить новую, например, сюда внедряешь не есть сахар после 15.00, не есть мучное после 15.00. И вот раз, ты раз заходишь, после 15.00 мучное не ел, ты раз отмечаешь галочку зеленым. Вот это нажимаешь, да. Вот тебе тык, и ты видишь, сколько дней подряд ты уже без мучного. Ты видишь, сколько дней подряд ты видишь, где сорвался и так далее. Но это планировщик для рутинных дел, которые ежедневные. А потом, видите, он дает такую динамику в течение 6 недель. Сколько раз ты выполнял, сколько раз не выполнял. Очень просто. Вот там мозгов вообще включать не надо. Ты там в день 10-12 привычек забил, которые ты должен выполнять каждый день. И там вопрос да, нет, да, нет, да, нет. У меня вот утром встал в 6 часов, не встал. Ясно же? Ясно. Отмечаю, встал. Дальше. Выпил БАДы? Ну, добавки. Не выпил? Тоже ясно. Выпил. Хорошо. Прогулку сделал? Не сделал? Ясно. Смотрите, у вас что получается? Сон, потом гигиенические мероприятия, туалет, там, помыться, то, сё. Потом у вас получается время продуктивно. Из этого продуктивного времени вот эту часть надо отдать привычкам и не думать о них вообще. Один раз для себя привычку установил, вот это установил. Да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, всё. А потом у вас остается вот эта верхняя часть, и его раскладываете вот таким образом. Всё ясно? Да. Вот три приложения, они не конкурируют друг с другом. Одно для управления привычками, одно для управления вот этой вашей жизнью, а одно для управления в течение дня. Система комбана выстраивается всегда так, что есть продавец-покупатель. Вот это у каждого процесса, это же принцип продавец-покупателя. Например, ты, если что-то сделал, ну, нужно сделать, например, какой-то проект. Ты его делаешь для кого? Для кого-то же? Ты вот, условно, для Жанимика делаешь. Ты говоришь, я сделал, отправляешь, он проверяет, говорит, нет, не пойдёт, назад тебя отсылает. То есть надо систему сделать так, чтобы внутри всегда продавец-покупатель был. И тогда не надо контролировать. Вот основной принцип кайзинг гласит то, что нельзя переносить брак на следующий этап, и последующий процесс является клиентом предыдущего процесса. В данном случае, вот у нас тоже, вот смотрите, даже внутри себя, вот этот процесс является клиентом вот этого процесса, потому что все сюда падают, потом отсюда сюда падают. и вот в процессе мяч на моей стороне ну легко же идентифицирует на твоей стороне. Если от кого-то другого зависит, ты переносишь мяч на чужой стороне. Если этим вообще не занимаешься пока, бросил сюда. Если запланирована дата конкретно, вот сюда. Если сегодня конкретно делаешь, вот сюда. То есть эта система, что хорошо, она нет, серых полутонов нет, и избегай сомнительного, нету сомнительного. А вот если в командной работе, то просто так выстраивается так, что когда ты ему задачу кидаешь, там есть три вещи, три участника. Заказчик, исполнитель и контролер. Получается, вот часто бывает такая ситуация. Вот, видите, Наша команда? Бывает, бывает, юрист выполняет, но ему дал задачу начальник юротдела. А со стороны контролера, бухгалтер, потому что для нее это делается. Они в конечном итоге договор ей отдадут. Есть такие системы, много. Здесь важно дать вот то, что я дал сегодня основу, потому что уровень детализации ни у одного из вас не совпадет. Я же рассказывал, кто-то любит вот такие пельмешки, кто-то любит манты, кто-то любит пирог, как я показал на примере арабского языка, алфавит, но внутри чек-лист, маленькие куски пирога есть. То есть разные люди по-разному масштаб задач выполняют. И у разных людей разная производительность. Кто-то может там 15 пельменей в день съесть, а кто-то 3. То есть это чисто индивидуально. Я, главное, дал вам основу. А дальше вы регулируете. В какой-то день у вас море энергии, вы с отпуска приехали, вы можете вот столько задач выполнить. А в какой-то день вы можете там 3 задачи выполнить, 2 задачи, одну, вообще ничего не делать. Но самое главное, вы не вы раб системы, а вы хозяин системы. Вот это очень важно. Когда у вас есть список, что сделать, обычная система планировки. Наступила дада, дедлайн, все ты должен делать, хочешь, не хочешь, есть у тебя энергия, нет энергии, после отпуска, до отпуска, пофиг. А эта система все учитывает. Кайзен, полезен, исходит из здравого смысла и увеличивает эффективность и счастье каждого человека. Будь то предприятие, будь то завод, будь то дом, будь то хоть личная жизнь, Кайзен работает везде. Поэтому моя мечта, чтобы Кайзен-центр был во всех городах Казахстана. Поэтому я буду продолжать давать семинары, такие мастер-классы на платной основе, только для того, чтобы опять-таки помогать Кайзен-центру. Кайзен вообще это наука, которая сугубо практичная. Это нету, вернее, теории минимум. Здесь вот деловые игры, тренажеры, у нас есть Кайзен-клуб, все энтузиасты там собираются и мы обсуждаем. Кайзен — это же не моя частная наука, это наука достояния человечества, я считаю. Каждый вот смотрите в интернете, ищите, интересуйтесь, и там как у эффективности нету конца и совершенства, так и Кайзен. вы будете вот до такого уровня супер-кайзенисты, у вас новые горизонты, потом еще, и еще, и это вечно, и вечно, вечно, но просто на каждом этапе вы будете получать такое бешеное удовлетворение, такое удовольствие от жизни, внедряя Кайзен. И самое интересное, что Кайзен, он построен таким образом, все, что ты сделал, ты уже к этому не возвращаешься. Если ты что-то внедрил его, туда уже не возвращаешься, пока ты все-все не вывел на этот уровень Кайзена, потом опять возвращаешься, по второму кругу улучшаешься, и вот так. И Кайзену можно подвергнуть все, человеческие отношения, бизнес, планирование, все, что мыслимо, даже родственные отношения, все можно подвергнуть Кайзену. Кайзен в общее понимание это постоянно, непрерывное улучшение. А разве есть что-то, что невозможно улучшить? Все можно улучшить. И отношения в том числе. Поэтому вас добро пожаловать в Кайзен-центр. Спасибо, что пришли на сегодняшний мастер-класс. Надеюсь, я оправдал те деньги, которые вы заплатили. Теперь снимаем аппаратуру. Спасибо. Спасибо.